физкульт привет друзья и ученики вы все знаете что у меня грыжи и протрузии и как я преодолел их когда взялся за свое лечение самостоятельно в то время как почти три года врачи лечили меня так что мне становилось все хуже и хуже но сегодня я снова приседаю и тяну за 200 килограмм и не испытываю проблем со спиной да и травмы я получил не от этих упражнений и вообще не на тренировках и мой опыт а также опыт тех кто прошел по моим стопам показывает что не в упражнениях дело что становая тяга как и приседания выполняемые в идеальной технике пусть и с большими весами не являются причиной проблем и заболеваний позвоночника и современная медицина подтверждает это кому интересно узнать об этом подробнее советую прочесть мои статьи об истинных причинах проблем позвоночника и суставов и о том как я преодолел их и вернулся к тяжелым приседаниям и тягам сегодня поговорим о нюансах в технике становой тяги о которых редко говорят но которые крайне важны как для прогресса так и для сохранения здоровья ведь многие выполняют упражнения абы как а потом грешат на его вредность и опасность не понимая что сами виноваты в своих травмах и проблемах давайте разбираться с некоторыми из них по порядку когда я говорю идеальная техника надеюсь на то что вы все понимаете что у каждого человека она своя из-за индивидуальных антропометрических особенностей строения тела но нюансы которые помогают каждому оставаться в безопасной зоне выполнения упражнений одинаковы для всех как законы первое что я всегда замечаю практически у 90 занимающихся это неправильный подход к штанге для занятия стартовой позиции когда вы подходите к снаряду гриф должен касаться ваших ног между ними не должно быть и сантиметра пространства если это игнорировать то вы начнете движение уже с неправильной позиции когда вес тела будет распределен неправильно и коленки будут мешать вам при подъеме я об этом уже не раз говорил и в статьях и видео но люди до сих пор присылают вопросы почему мешают колени что при подъеме штанги то и при опускании найдите у меня много и статей и видео именно на эту проблему занятие неправильной стартовой позиции это основная причина того что ваши колени мешают вам при подъеме и само движение у вас уже будет заведомо технически неверным и потенциально опасным а вот теперь для тех кто скажет что различия в рычагах из-за индивидуальных антропометрических характеристик диктует и разницу стартовой позиции должен задуматься что при том положении когда вы касаетесь грифа ногами на старте затем опускаете и отводите таз назад как для приседаний вы сможете а точнее тело само скорректирует удобное положение для старта но сделать это возможно только когда гриф и ноги касаются друг друга просто поймите что когда гриф не касается ног на старте движения вы не будете уводить таз назад вниз что является залогом грамотного выполнения а начнете выводить колени вперед а это уже не имеет ничего общего с правильной и безопасной техникой второе при подъеме штанги не старайтесь именно поднять ее чтобы техника вышла технически безупречной представьте что вы упиравшись ногами в пол хотите проломить его именно ногами а не поднять штангу вверх об этом знают лифтеры об этом знают штангисты но почти все билдеры не в курсе этого эффективного и главное безопасного нюанса который помогает как поднимать больше вес так и сохранять здоровье позвоночника третий нюанс вытекает плавно из предыдущего и заключается в следующем вы наверняка видели как глупые мамаши одергивают своих непослушных детей и большинство занимающихся точно также пытается рвануть штангу с пола при подъеме что является большой ошибкой естественно что движение должно быть взрывным но вот как оно должно осуществляться грамотно на практике вы подошли к грифу вплотную он касается ваших ног увели таз назад и вниз сделали глубокий вдох и упершись руками гриф пытаетесь ногами проломить пол но не рывком а плавно накапливая потенциал энергии пока не произойдет отрыв штанги от пола все это должно быть быстро но не рывком дергаясь как червяк на крючке что показывают многие вы навредите себе вы должны аккумулировать энергию подобно мощной пружине четвертое хоть это технически полностью и невозможно но стараться необходимо держа это в голове на этапе обучения техники а говорю я о сведенных вместе лопатках что позволит держать спину ровно в грудном отделе позвоночника что же касается прямой спины то большинство и здесь недопонимает сути люди либо чрезмерно выгибаются в пояснице либо круглят грудной отдел позвоночника показывая стиль срущей собаки на самом деле все как всегда просто спину нужно держать прямой сохраняя все естественные прогибы и изгибы позвоночника только тогда вы страхуете себя от травмы пятое это положение головы и шеи вы должны четко осознавать что если вы наклоняете голову вперед или запрокидываете ее чрезмерно назад это со стопроцентной гарантией приведет к тому же и в поясничном отделе позвоночника ибо он связан с шейным отделом держите шею как естественное продолжение позвоночного столба не наклоняя и не запрокидывая голову тогда и с поясничным отделом не будет вопросов и проблем да и со всей техникой в целом не слушайте тех кто советует обратное а таких много запрокидывать голову назад это неправильно и чревато травмой шестой нюанс касается как становой тяги так и румынской тяги на протяжении всего движения должен соприкасаться с ногами не отрываясь ни на каком участке амплитуды это очень важно для сохранения вашего здоровья еще пару советов для сохранения здоровья при становой тяги не используйте разнохват если не собираетесь выступать на соревнованиях по пауэрлифтингу никогда не одевайте тяжелоклетический пояс если вы не выполняете в подходе меньше трех повторений а меньше нам с вами и не нужно и опасно можно использовать мочерчатые пояса для сохранения тепла в пояснице как это делаю я никогда не работайте в становой тяге до отказа как и в приседаниях не выполняйте рекордных попыток то есть не делайте разовых повторений разовых подходов это замедлит прогресс в росте силовых показателей и чревато травмой минимум три повторения с одним повтором запасе запомните отказ убивает силу всегда тщательно разминайтесь выполняя как общую так и специальную разминку не забывая что экстензии спины входят в общую разминку друзья в погоне за массой не забывайте о фундаменте здоровья о крепких связках и сухожилиях которые регламентируют как рост массы так и рост силы и то насколько безопасными и долгими будут ваши тренировочные годы а как это делать уже есть статья и видео ну что дорогие друзья бонусом сегодня будет специальная гимнастика для профилактики и лечение проблем с позвоночником особенно она актуальна тем у кого проблемы с поясничным отделом позвоночника вы видите с какими весами я сейчас работаю но многие из вас конечно знают что у меня были сильнейшие боли почти три года врачи лечили меня убивали своим лечением не становилось только хуже пока я сам не взялся за свое здоровье я перелопатил огромное количество информации и и нашел упражнение в йоге на декомпрессию межпозвоночных дисков именно эту гимнастику вы сейчас и видите если у вас нет проблем с позвоночником я настоятельно рекомендую делать ее утром и вечером как минимум займет это у вас очень небольшое время максимум пять минут но эффект колоссальный ваш позвоночник будет получать разгрузку которую не получает и которая ему просто необходимо если же у вас есть боли межпозвоночные грыжи протрузии делайте данную гимнастику минимум три раза в день утром вечером и в обед я делал эту гимнастику минимум пять раз в день когда у меня были страшные боли и уже через неделю мне стало легче а вы читаете комментарии под моими видео и мне в личку приходит огромное количество благодарности за данную гимнастику людям помогает она колоссально чем чаще вы ее будете делать тем быстрее избавитесь от боли делайте ее сами пусть ваши близкие делают это дети ваши пусть делают это потому что данная гимнастика служит декомпрессии повторюсь растягивая ваши позвонки вся наша жизнедеятельность к сожалению наоборот компрессионно действует на позвоночник и естественно перегружает диски особенно современный стиль жизни когда мы сидим по долгу и по многу просто необходимо давать разгрузку нашему позвоночнику что я вам настоятельно рекомендую делать это не сложно это просто это не мною изобретено это древняя практика йоги причем не то интерпретация ее которую вы сейчас видите встречаете фитнес-клубах или еще где-то никакой чрезмерной нагрузки никакого чрезмерного выкручивания суставов сухожилий только полезный и эффективный результат не ленитесь выполняйте данную гимнастику и будет вам счастье и здоровье самое главное вы сможете уберечь себя от травм и вам просто необходимо как воздух выполнять данную гимнастику также полезно выполнять эти упражнения сразу после становой тяги и приседаний и в конце тренировки естественно чем здоровее будет ваше питание тем здоровее будет результат следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал heavy metal gym специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока